А вот и под TOX1 у нас появилась Android TV прошивка. Уважаемый татарин ее сделал и в этом обзоре мы обозреваем именно Android TV прошивку для этого TOX1 TV Box. Поехали! Знаете, что самое интересное? Тестировал, 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 тестировал эту Android TV прошивку. Температура на ней почему-то меньше. Я думаю, что в оригинальной, в оригинальном прошивке на чистом Android что-то было не так, скорее всего, нагрузку давал лончер. Тот лончер, который был в чистом Android. Хотя дело в том, что Android TV прошивка построена на более новой прошивке. То есть уже получил он обновление и уже на базе этой обновленной прошивки мы получили Android TV. Интересная история получилась с Android TV. Мне написал известный ромодел Татарин, такой нормальный парень. И говорит, слушай, продай мне TOX1. Говорю, ничего продавать не буду. Мы попросим наших уважаемых производителей, они тебе пришлют. Давайте пилить, вернее, пилить эко-систему TOX. В том плане, что если мододелы или ромоделы заинтересованы, то мы можем пилить сюда огромное количество прошивок. Ведь действительно эта приставка получилась неплохая. И это первая ласточка, первая Android TV прошивочка. Я уверен, что будут еще и другие интересные прошивки на данный TV-бокс. Почему? Потому что TV-бокс интересный. И прошивка интересная, и работает неплохо. И TrueHD звук, и DTS HD Hi-Res звук. И есть программный, как его называют, автофреймрейт. Хотя это правильно называется, нативный автофреймрейт через Google API. Плюс работает AFRD. И все прекрасно. Используем мы его в паре, вернее, на Android TV прошивке мы его используем в паре с пультом G20S. Ссылочка лежит в описании под видео. Оригинальный обзор, вернее, ссылка на оригинальный обзор на Toks 1 тоже лежит в описании под видео. Как и ссылка на проверенного продавца. В целом, прошивка мне действительно понравилась. Смотрим далее по видео. Ну и, конечно же, ссылка на эту прошивку тоже лежит в описании под видео. А знаете, что самое интересное? Для того, чтобы ее прошить, не нужно зажимать никакой Reset. Достаточно просто вставить USB сюда, USB сюда и USB Burning Tool. Ну, в общем-то, у нас есть видео по прошивке смарт-TV боксов на IM Logic. И ссылочка тоже лежит в описании под видео. Как-то много ссылок там в описании под видео. Я думаю, что нужно просто подписаться, нажать колокольчик, чтобы в следующий раз не задаваться вопросом, а как же прошить, а какой TV-бокс, а какая прошивка. Ведь все это у нас появляется постоянно на нашем канале. Вы это тогда точно не пропустите. Ну, что ж, и теперь я говорю вам хавабанга, ребята. Это же вы бульгом. Поехали. Слушайте, ну, Android TV прошивка. Мы начинаем всегда с интерфейса. И здесь ничего у нас нового нет. В плане того, что он никак не отличается от обыкновенного Android TV. Все есть. Та же панель приложений, где вы можете выставить все те приложения, которыми вы пользуетесь. И вот, кстати, Google Cast сразу мне попадается на глаза. Здесь Татарин встроил Google Cast. Есть все наши любимые стриминговые сервисы, в частности. Я пользуюсь Megogo, и это правда, не отрицаю. Видим с вами рабочие каналы, допустим, нам, HD Video Box. Все это работает. Кино-тренд. Все супер. По интерфейсу здесь вот аутентично все Android TV. Пойдем с вами в настройки и посмотрим, что здесь ничего не нарушено. Все как было в оригинальном обзоре TOX. То есть мы идем с вами об устройстве. Видим, что это все тот же TOX 1. Сборка все та же. Кстати, даже обновленная прошивка уже по сравнению с тем, что было на первичном обзоре. Есть у нас вариант включения-выключения статусной панели и навигационной панели. Это тоже удобно. При этом здесь сохранена шторка. То есть если мы с вами оттянем сверху мышкой шторку, то она абсолютно идеально работает. Плюс осталось все то же самое. Режим USB мы можем использовать. Режим питания. Кстати, вот режим питания очень прикольный. Гибернация у нас есть. И таймер выключения у нас есть. Это тоже отлично. Вопрос с суперпользователем. Все понятно. У нас сейчас устройство без прав с суперпользователем. Мы можем включить сайлент. Вот давайте сайлент. И можем включить отображение состояния SU в верхней панели навигации. То есть это значит, что у нас есть супер юзер. Чуть-чуть ниже опустимся. Самбо сервер. Он работающий. Я это все показывал в оригинальном обзоре. Идем смотрим оригинальный обзор в описании под видео. Ссылочка лежит у нас. Пользовательские скрипты. Слушайте, все осталось отлично. Что мы сделали из модификации в Android TV прошивки, когда ее установили? Мы сразу же пошли на главный экран. То есть в меню здесь, в меню Android TV. Находим меню главный экран. И отключаем предпросмотр видео и предпросмотр аудио. Это обязательно. Включаем меню для разработчиков в режиме, вернее в меню об устройстве. Клацаем 7 или 8 раз на сборке. Появляется у нас меню для разработчиков. Заходим туда. Я для себя включаю GPU ускорения. Это сугубо моя настройка. Вот вы можете меня критиковать. Можете не критиковать. Но я именно так работаю с этим самым токсом. И включаю лимит фоновых процессов на не более одного процесса. Все. Это все, что я делаю. В самом меню Android TV у нас из предустановлено не было практически ничего, кроме Google Cast. YouTube Smart YouTube TV. Smart YouTube TV здесь установлен по двум причинам. Первое. Он воспроизводит с HDR. Во-вторых. Он поддерживает автофреймрейт. И здесь автофреймрейт. То есть я установил АФРД, конечно, чтобы показать, что он поддерживается. Это некоторые, кто хочет реализовать автофреймрейт через АФРД, может его устанавливать. Но я его отключу. Почему? Потому что я использую автофреймрейт в Vimo. И использую автофреймрейт в YouTube Smart YouTube TV. То есть вот таким вот образом мы это все делаем. Также здесь был установлен AirScream и Aerial Dream от Apple. Это такие вот красивейшие заставки. Суперовые. Что мы здесь еще с вами потестируем? Ну, тестировать, допустим, троттлинг-тест мы не будем. Выведем в CPU-монитор. У меня сейчас мой TOX без сеток пылевых. В состоянии простое мы видим температуру. Конечно же, протестирую 5 ГГц. Мне важно, чтобы 5 ГГц работал отлично. Стартуем. Подключили мы его к 2T2R роутеру. MUM-IMO. У меня он работает сейчас на iX3600. Скорость Wi-Fi вы видите. Все-таки здесь две антенны. Одна из них внешняя. Это супер показатели. Вот я считаю, что это отличный модуль. Именно с хорошо реализованной антенной. Вау! На выгрузку даже там больше 300 в пике доходило. Также, я так понимаю, что у нас не нарушен LANR-J45. Само собой, это однозначно. Пробуем. Здесь чистый гигабит. Тоже это все отлично работает. Все остальные тесты смотрим действительно в оригинальном обзоре. Не хочу останавливаться. Наша цель просмотреть, что же такое ATV-прошивка для TOX-1. И насколько она правильно и хорошо работает. Smart YouTube TV само собой работает. Сейчас с вами проверяем, IFR доступен или нет для Smart YouTube TV. Найдем мое любое видео 4K 60 FPS. Включили. Давайте идем в качество. IFR. Автофреймрейт включается. И у меня вырубило камеру. Вернее, не камеру, мой рекордер. Автофреймрейт включился. Все, супер. Он его переключил на 59.94. Потому что я писал видео 59.94. Кадра, секунду. Автофреймрейт выключаем. IFR работает. Хорошо. И сам по себе YouTube само собой воспроизводит за 4K 60 FPS. 4K 60 FPS таскает он очень даже запросто. Давайте включим 4K 60 FPS. 4K 60 FPS у нас тоже вопросов нет. Мы это тоже показывали в оригинальном обзоре. Здесь все идеально воспроизводится. Чем же тогда мы можем нагрузить с вами этот самый TOX, чтобы он у нас показал какой-то отказ от работы? Для меня непонятно. То есть, он все основные мультимедийные функции выполняет на ура. То есть, в частности, вот мы сейчас с вами проверим 4K и питьевители видения. Вот он, TOX, кстати. Вот сейчас, чтобы мне не рассказывали, что я там что-то с ним делаю. То есть, мы видим с вами температуру, пожалуйста. То есть, вообще не понимаю, что у меня такая низкая температура? Не должна быть. Неужели в прошивке что-то? Вот, кстати, вот ограничение лимитов, вернее, фоновых активностей дает тоже свой плюс. Вот я TOX держу. Смотрим. Температура правильная? 61 градус. Температура правильная. И она сразу же падает. Ну, мне это нравится. Вернемся к нашему IPTV. Все-таки, видно, ATV прошивочка дает о себе знать и нагружает систему немножечко меньше, чем то, что стояло раньше. Мне очень сильно это заходит. А знаете, что приятно? Реализовано в прошивке. Я сейчас набирал логин и пароль, нажимаю Enter, и он срабатывает как Enter на внешней клавиатуре. У меня к нему подключена внешняя клавиатура. Это, кстати, удобно. Это именно все зависит от прошивки, а не от самой клавиатуры. Давайте выберем Live List наш с 4K-каналами. И поехали. 4K, ну, Ultra HD Cinema пройдемся немножечко. Фильм воспроизводится. Сейчас какие-то титры. Слушайте, а что с температурой вообще? Почему температура такая низкая? У меня на оригинальном обзоре она была намного выше. Давайте подергаем эту штуку. Ау, ты собираешься греться? То есть, видео идет. 4K и 5TV идет. Смотрите. То есть, вот он, токс. Никто его не охлаждает. Никто ему ничего не делает. На ATV прошивке он реально работает лучше. Как так? Слушайте, ну, хоть давайте троттлинг-тест сделать, что ли? 4K и 5TV работает на этой прошивке. Отлично. Я даже не буду на этом останавливаться. Давайте найдем CPU троттлинг-тест. Сравним, насколько у нас правильно работает здесь датчик температуры. Давайте включим CPU температуру. Нет, все правильно. Давайте вот я вживую включаю. Вот он, токс. Я стартую. Сейчас оно идет. Вот 63-64 должно у нас начать догонять. Слушайте, 65 градусов троттлинг-тест показывает. 65 градусов. Вот он. Вот он, токс. 66. Ну, вот это с задержкой пару секунд работает штука. Пусть работает. Пусть работает. Мне аж интересно стало, почему он не греется. Я не ожидал. Ну, слушайте, ну, в троттлинг-тесте мы его так не нагреем. Давайте остановим. Я здесь двигал мышкой, дергал индикатор. Вот это вот артефакты именно с этим и связаны. Приставка, приставка, по сути, не троттлит. А давайте, слушайте, я ее сейчас держу в руках. Посмотрим, насколько температура вниз гульнет. Фух. А давайте, наверное, мы CPU float с вами загрузим и посмотрим, насколько мы ее все-таки сможем закипятить. Вот, ну, очень сильно нужно ее закипятить. Как бы я не очень понял вот этой оптимизации в Android TV прошивки. Как бы она не должна так работать. Хорошо, по крайней мере. Откроем CPU float. Вот он есть. Температуру показывает у нас правильно. Вот эту штуку можно отключить. И потестируем то же самое на CPU float. Он более быстро реагирует на температуру. Потому что, видите, здесь еще 66, а на CPU float он падает до 63. 62. Хотя мы можем 2 оставить. Но это уже будет дополнительная нагрузка на процессор. Давайте вот 4K. Вернемся к 4K IPTV. Вот он у меня в руках. У нас сейчас 2 мониторинга температуры. Давайте, наша Сибирь 4K включаем. 2 мониторинга температуры. Он работает. Канал вроде бы статичный. Капли иногда пролетают. Не, работает, работает. 4K IPTV работает. Вот он у меня вверху торчит. 67 градусов. При этом ему даже не нужна максимальная производительность. Он не в троттлинге. То есть у нас нет дауна. Он не пошел в даун. 67 градусов. Это нормально. Это нормально. Это абсолютно нормальные температуры для воспроизведения 4K контента. Слушайте, ну, хочу еще запустить. Все, мы поняли. Температура, с температурой все хорошо. Хочу еще запустить немножечко какой-нибудь 4K торрент. И посмотрим, что у нас получится. Ну что, он небольшой, но это 4K HDR торрент. Стартуем. Поехали. Через Vimo Media Player. Пошел набор пиров. Пусть играет. Вернемся к нему буквально там. Ну, то, что торрент и 4K здесь проигрывает, вообще не вопрос. Слушайте, ну, работает. Работают торренты 4K. Вот вверху у нас выводит Vimo Media Player. Сверху. Давайте попробуем, может быть, перемотать, что ли, торрент. Как-нибудь так. Он небольшой, в принципе, должно перематывать нормально. Смотрим, смотрим, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Ждем. И он перемотался. Не знаю. Вот реально, что проверять? Игровые возможности в оригинальном обзоре это было. Что еще проверять? Да просто работающая Android TV прошивка. Больше ничего я сказать про это не могу. Это действительно работает. Что ж, выходим в главное меню. Вышли в главное меню. То есть, вот этот вот наш TOX работает. Кстати, если на Android TV прошивке для TOX вы не хотите, чтобы у вас показывалась вот эта штучка, она просто отключается, открыв шторку. А я ее смахнул. Ждем. Ждем. Она должна сейчас появиться. Сдвигаем немножко сюда. Нажимаем на шестереночку. И нажимаем отключить уведомление. Все. Больше она вас беспокоить не будет. Это тоже все очень элементарно решается. Просто люди не знают. Обычно начинают паниковать, если что-то не так. Температура держится. 71 градус. TOX наш, вот он. Живой, здоровенький. Но это факт. На Android. Вот, кстати, упало 69 градусов. Это факт. На Android TV температура работы TOX ниже. Без пылевых сеток мы используем. И у нас как бы вопросов к этому нет. Хорошо. Выключаемся. Не знаю, вот чем ее еще тестировать. Может быть, может быть, игровые возможности. Ну что, Xenoverg попробовать? Ну это уже будет, знаете, игровушки мы тестировали в оригинальном обзоре. Не хочу. Будем просто-напросто выходить и резюмировать данную прошивочку. А выводы таковы, что прошивка получилась обалденная. Мне она очень понравилась. Действительно неплохо работает. Мы ее настоятельно рекомендуем. Ждем другие прошивки на столь прекрасный TV-бокс. Ну если нравится, что мы идем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз обязательно подписываемся. С вами был Баббл на канале Технозон и TOX1 вам. Пока.